Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вторжение России в Украину каждый день оборачивается все новыми жертвами среди мирного населения и новыми страданиями тысяч людей. И каждый день появляется все больше личных свидетельств и рассказов о том, какой это на самом деле кошмар. О том, что переживают украинцы, ставшие инвалидами, потерявшие родных и близких, пережившие пытки, плен, лишившиеся родных домов, вынужденные бежать от российской армии. Это война, в которой огромную роль, возможно, как никогда ранее, играют не только сражения на фронте, но и сражения за умы. Война информационная, война правды и лжи, которая обильно льется со всех сторон. Об одном оригинальном информационном проекте, описывающем войну в Украине, и пойдет речь в нашем новом выпуске. В Телеграме с самых первых дней начала войны появился канал под названием «Дневники-22». Это медиапроект на русском языке, у которого несколько редакторов, в том числе живущих в Австралии, и рассчитанный именно на всемирную русскоязычную аудиторию. Это ежедневные публикации онлайн-дневников сотен и тысяч украинцев, которых так или иначе затронула российская агрессия. Донести правдивую информацию о войне до всех, кто читает по-русски, такую задачу поставили перед собой авторы этого канала. Мой собеседник сегодня – один из создателей канала «Дневники-22», работающий в Сиднее, бывший российский журналист Григорий Пуненов, основатель Сиднейской школы программирования для детей «Code for Fun». Самое важное, наверное, именно голоса людей, самых простых людей, которые оказались в эпицентре войны. Даже подумать не могли о том, что их жизнь изменится на 180 градусов, что их жизнь будет разделена на до и после, что они увидят смерть своими глазами, смерть друзей, родственников, близких, соседей. Что они перестанут жить нормальной жизнью, и что то, о чем они когда-то читали в книгах и смотрели в кино, что это станет каждодневной и частной реальностью. Вот, наверное, вот это самое главное. Это действительно сложно представить, и, наверное, это невозможно представить, пока ты сам это не пережил. И мне кажется, что опыт этих людей и свидетельство людей, которые находятся в Украине, находились в Украине – это очень важно. Нам всем нужно это читать, нам всем нужно знать, что происходит. И мне кажется, это важно – сохранить это для истории. Это наш главный мотив и наша главная движущая сила. Вот почему мы этим занимаемся. Это волонтерский проект, и мы делаем его просто потому, что мы считаем, что это очень важно и нужно. Как возникла идея создать именно канал «Дневники-22»? Почему вы выбрали именно такой формат и такое название? Название и идея принадлежат моему хорошему другу и коллеге Филиппу Дзитко. Он придумал этот канал, он его создал, он его назвал и написал, или уже позвонил, сейчас уже не вспомню, мне из Тбилиси. Позвонил мне в Сидней с предложением поучаствовать в этом канале, в создании этого канала, публикации вот этих вот дневников. И поскольку мы уже делали нечто подобное в журнале «Большой город», где мы тогда работали, в 2008 году, когда была та самая русско-грузинская война, мы весь номер «Большого города» в тот момент посвятили дневникам, посвященным той самой войне. И нам показалось, что вот этот формат, он действительно, он очень хорошо отображает то, что происходит. В этом формате нет журналистики как таковой, нет журналистов, которые приезжают, смотрят и рассказывают. А есть люди, которые рассказывают все сами, сами от своего собственного лица, от первого лица. И идея создания такой канал принадлежит Филиппу, и я, конечно же, сразу согласился. А название? Название придумал Филипп. Хороший вопрос. Я, кстати, никогда не обсуждал с ним, почему именно так он решил назвать этот канал. Вот так решил, так и назвал. В вашем канале действительно огромное количество очень пронзительных свидетельств и рассказов. Вот как именно вы собираете информацию? Где вы берете все то, что публикуете в таких больших объемах? Это очень хороший вопрос. Мы начали, конечно же, со своих друзей и знакомых. У нас, как, наверное, у большинства наших знакомых есть друзья в Украине. И первым делом мы, конечно же, спросили их. Некоторые из них согласились писать. Некоторые, честно, ответили со словами «Ребята, спасибо за предложение, хорошая идея, но нам, правда, сейчас не до дневников». Некоторые согласились и начали писать. Одним из первых авторов одного из самых пронзительных дневников оказался мой друг Олег Стусенко, который на самом деле австралиец. То есть он такой же эмигрант из России. Эмигрировал в Австралию, по-моему, лет 10-12 назад, я могу ошибаться. Ну, примерно тогда же, когда и мы эмигрировали. Мы познакомились здесь, в Сиднее. У нас семьи, мы дружим давно. И в самые первые дни войны я понял, я увидел у него в Фейсбуке, что он в Украине. Он сначала поехал в Россию. На самом деле, когда началась война, в один из самых первых дней он улетел в Москву. Он хотел принять участие в акциях протеста, думая, что они будут масштабными, что вся Россия выйдет на улицу в знак протеста, чтобы остановить войну. А через несколько дней находились в Москве. И он понял, что акции протеста очень маленькие, что людей, которые осмеливаются выходить на улицу протестовать, очень-очень мало. И он понял, что в Москве делать нечего. И он поехал в Украину. Он поехал в Украину, купил на свои деньги микроавтобус. И несколько месяцев занимался тем, что возил беженцев из Западной Украины в Польшу, в Венгрию, в Германию, в Европу. Каждый день туда-обратно, туда-обратно, через границы. Он законтачивал с местными волонтерами. Ему звонили украинцы, которым нужна была помощь, которому было сложно выехать самим. Представляете себе семьи, большие семьи с часто пожилыми людьми, которые не могли передвигаться сами. Вот таких людей он возил на микроавтобусе каждый день. И работал там волонтером, пока, я так понимаю, просто не закончились деньги. И он вернулся совсем недавно. Совсем недавно вернулся обратно. Сидней, вот он был одним из тех людей, кто писал нам дневники. Из его дневников становилась понятна картина того, что происходит на украинско-венгерско-польской границе. Становилась понятна ситуация с беженцами. Вот эта вот вся гуманитарная катастрофа самых первых дней. Огромный поток беженцев, которые просто идут пешком, стоят в очередях, пересекают границы. Что с ними дальше происходит? Олег был одним из первых авторов. Потом он вернулся в Сидней и перестал писать, естественно. Девушка в Киеве, еще один наш автор, которая на самом деле из Беларуси. Белорусская журналистка, которая уехала из Беларуси после событий недавних в Беларуси. Потому что, ну, понятно, что Беларусь не самое дружелюбное государство по отношению к журналистам. И она переехала в Киев. И вот первые бомбежки застают ее в Киеве. Она описывает, как она в панике ищет место, ищет бомбоубежище. Подвал ее дома оказывается слишком маленьким, переполнен. Она идет в другой подвал, она идет в метро. Она сама в Киеве мало кого знает, она недавно приехала. И она описывает вот это все, весь этот ужас. Потом эвакуацию, попытку сесть на один поезд, на другое. Чудо, она садится на поезд, и поезд медленно едет. Она слышит обстрелы, она не может понять, вот этот поезд попадет, ракета не попадет, она доедет, не доедет. Приезжает в Ивано-Франковск, останавливается там. Вот она описывает вот эти свои передвижения. Еще одна девушка, которая приняла решение остаться в Киеве, потому что у нее двое детей, которых она не может вывезти. Она живет в Киеве, она до сих пор в Киеве. Она пишет довольно регулярно о том, что происходит в городе, как живут люди. Вот это первые авторы. У нас есть несколько авторов из Одессы. Есть, например, девушка из Одессы, которая актриса в местном театре. Вот она актриса. Она пишет очень пронзительные тексты про то, как быть актером, актрисой в военное время. И она как бы немножко, может быть, так даже немножко как бы оправдывается. И она говорит, но да, я продолжаю играть. Да, мы продолжаем ставить спектакли. И может быть, это кому-то покажется странным, но мы чувствуем, что мы нужны людям. Что людям нужно как-то снять какой-то стресс, страх. И люди ходят на спектакли. И театр продолжает работать. И как бы несмотря ни на что. И вот она играет в театр. Она пишет про свои роли, пишет про свои спектакли. Очень интересно. Григорий, я знаю, что у вас есть авторы даже из Мариуполя. У нас есть два дневника из Мариуполя. Один дневник, девушка Инна. Обеих девушек, кстати говоря, зовут одним и тем же именем Инна. Одна девушка, Инна, описывает, как они выезжали. Они решили эвакуироваться в самые первые дни на машине. Они ехали с маленьким ребенком, с друзьями, с их ребенком. Несколько машин. Они решили выезжать из Мариуполя. По-моему, на второй или на третий день после самых первых бомбежек. И потом уже мы знаем, как было много людей расстреляно в машинах. Как много людей погибло на дорогах. И их машину тоже обстреляли. И вот ты можешь представить, она пишет о том, как вот они едут. Она понимает, что по их машине стреляют. Она понимает, что кто-то в их машине ранен. Она понимает, что на заднем сидении сидит ребенок ее собственный. Она не понимает, все ли там живы. Ребенок, слава богу, жив. Все живы. Но подруга ранена в машине. Они едут, они находят больницу, они пытаются оказать первую помощь. Ну, то есть это кошмар. Это просто самый настоящий кошмар. И они чудом стали живы. И выехали сначала в Западную Украину, потом через Восточную Европу. Я не помню, через какую страну. Но сейчас она в Германии в безопасности. С ребенком, а муж остался в Украине. А вторая молодая женщина, я так понял, что ее также зовут Инна, и она также из Мариуполя. Вторая девушка, которую тоже зовут Инна. Эта девушка, она продолжает публиковать свой дневник. Дневник ее называется «Мы выжили в Мариуполе». И этот канал в Телеграме, там она публикует свой дневник. Мы перепечатываем с ее разрешения ее дневник постепенно, день за днем. Она, ее 12-летний сын и ее муж, они пережили все самое-самое-самое страшное в Мариуполе. Все бомбежки, все перестрелки. Все, что вот мы знаем и видим про Мариуполь, они пережили. И в подвалах, на улице, перебираясь из одного подвала в другой. Ее дневник – это невероятное по силе произведение. Документальное произведение. Она очень хорошо пишет. Она очень детально описывает все, что с ними происходило день от дня. Каждый день, каждый день, каждый день. Они сейчас тоже находятся в Германии. Российские войска, когда пошли в город, переместили их через фильтрационные пункты на российскую территорию. И из России они, благодаря волонтерам, благодаря международной команде волонтеров, переехали разными сложными маршрутами в Германию. И сейчас они находятся в Германии в безопасности. Это очень, ведь, психологически тяжело, трудно. Каждый день погружаться в человеческое горе. Как вы пропускаете это все через себя? Это действительно сложно, но мне кажется, что другого выхода у нас нет. Как бы глупо закрывать глаза и делать вид, что этого не происходит, потому что это происходит. И мы все прекрасно это знаем. Поэтому мне кажется, что у нас нет другого выбора, к сожалению. Мы должны все это знать, потому что это происходит на наших глазах. Это делается руками наших сограждан. Хотим мы того или нет до сих пор, являемся гражданами России, которая объявила войну Украине, которая уничтожает граждан Украины. И мы, конечно, несем какую-то ответственность за это, безусловно. И как бы тут прятать голову в песок, ну, довольно бессмысленно. Сколько у вас уже подписчиков, в том числе в России? Вы ведете какую-то статистику по заходам там и так далее? Подписчиков у нас вот на данный конкретный день и момент 7300. Количество подписчиков, надо сказать, падает. В какой-то момент их было почти 9000. Количество подписчиков уменьшается, к сожалению. Наверное, потому что, да, людям, наверное, действительно тяжело это все читать и через себя пропускать. И как бы я тут никого не осуждаю. И должен, да, вынужден констатировать, что число подписчиков потихоньку-потихоньку неумолимо уменьшается. Но мы продолжаем то, что мы начали, и не намерены останавливаться. Вы канал Дневники-22 рассматриваете как проект противодействия официальной кремлевской пропаганде. Ну, это, наверное, было бы очень громко, так сказать. Мы действительно хотели бы, чтобы так и было. Потому что, мне кажется, кремлевской пропаганде, конечно же, нужно противостоять. Потому что то, что делает кремлевская пропаганда, просто преступление, невысокие слова. Прямо, по-моему, так оно и есть, на самом деле. Конечно, мы бы хотели, чтобы наш канал менял представление простых россиян о том, что происходит в Украине. И надо сказать, что у нас, наверное, у многих есть такие истории. Мне звонит недавно мой довольно близкий друг и говорит, я не могу разговаривать со своими родителями. Вот не могу разговаривать со своими родителями, потому что они абсолютно... Противоположное мнение по поводу того, что происходит в Украине. Они верят всему тому, что говорит российский телевизор. И я не знаю, говорит мой друг, что мне делать. На что я отвечаю, вот перешли, пожалуйста, в ссылку на наш канал. Пускай твои родители почитают, что пишут простые, точно такие же люди в Украине. Инна из Мариуполя, она простой почтальон. Она работала почтальоном в Мариуполе. Ее муж работал сантехником в Мариуполе. Это простые, самые обыкновенные жители Украины. И вот они пишут, что у них происходит. Вот они рассказывают о том, как себя ведет российская армия. Вот они пишут, как по ним стреляют, как их дом рушится, как соседние дома рушатся, как люди гибнут рядом, вот прямо на глазах. Вот изо дня в день это происходит. И я говорю, перешли своим родителям, ну, может быть, они прочитают как бы и поймут, что не все правда, то, что им говорят в телевизоре. Может быть, мы, конечно, и противостоим кремлевской пропаганде, но мне кажется, если мы все начнем что-то в эту сторону делать, наверное, что-то получится. Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с живущим в Австралии, соавтором телеграм-канала «Дневники-22» Григорием Пуныновым, скоро мы к вам вернемся. Путин не изменится, он Путиным будет. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Вот он сел, как великая держава, и вот они ищутся, и вот они решат, и все такое. Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, sibreal.орг и sevreal.org, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Сидне и бывшим российским журналистом Григорием Пуныновым продолжаем разговор о его проекте «Дневники 22» и о том, как воспринимают вторжение России в Украину на другом конце земли, в Австралии. Вторжение России в Украину вообще для вас лично и для всех ваших близких оказалось неожиданностью или нет? И вы, может быть, предчувствовали внутренне, что к этому, что называется, все шло. Причем многие последние годы. Честно, должен я сказать, что я, конечно, до последнего верил, что этого не произойдет. И, конечно, сейчас я понимаю, как я глубоко заблуждался. У меня не было никаких иллюзий по поводу российской власти уже довольно давно. Но я не мог себе в страшном сне представить, что российская власть способна на такого масштаба преступления. Я не мог себе этого представить. Нет. Это, конечно, стало шоком для всех. Я помню этот момент, 24 февраля, мне позвонила моя жена Лена, и она плакала за словами Гриши. Они бомбят Киев. Они сошли с ума. Они бомбят Киев. Я работаю, по сути говоря, учителем программирования. Учу программирование в разных ситнесских школах. Я только что закончил урок и упаковывал компьютеры. И вот тут раздается такой звонок, и у меня просто... Я не знал, что сказать. Для нас, для всех стало шоком. Конечно, я наблюдал за тем, что происходит. Я видел, как вся эта ситуация развивается. Но я до последнего не мог себе представить, что Кремль способен на такое. Давайте поговорим о восприятии войны в Украине, собственно, вашими знакомыми австралийцами, раз вы живете в Сиднее. Какие оценки среди них преобладают? Всем кажется, что Путин сошел с ума. В прямом смысле сошел с ума. И никто не понимает, что будет дальше. Оценка совершенно однозначная. Все понимают, что происходит то, чего невозможно было представить. В самом страшном сне оказалось, что все, Европа прошла, этап войн давным-давно, что это самая спокойная, самая цивилизованная, самая тихая и мирная часть земного шара, что война в Европе невозможна. Уже все, ну, как бы прошли те времена. Никто до сих пор не может в это поверить. В это действительно невозможно поверить. И, конечно, у всех только одна реакция. Он что, сошел с ума? Он правда сошел с ума? Путин сошел с ума? Вот это единственная реакция, которую мы слышим. И, в общем, мы тоже задаемся этим вопросом. В российском МИДе, в Кремле, в российских СМИ сейчас очень много любят говорить о спасении всех россиян, живущих за рубежом. О страшной русофобии, о ненависти якобы ко всему русскому, там, всех других народов, что, мол, опасно русскому человеку на улицу выйти и рот раскрыть. Вот вы, как австралиец русского происхождения, что можете сказать по этому поводу? Нет, это, конечно, полная ложь и неправда. Никто нас не преследует. Здесь, наоборот, все наши австралийские друзья в первые дни спрашивали нас, как нам, может быть, нам нужна какая-то помощь. Есть ли у нас какие-то друзья в Украине, которым нужна какая-то помощь. Все спрашивали нас о том, как они могут помочь нам, нашим друзьям, нашим родственникам и так далее. Никакой русофобии здесь даже близко нет. Я думаю, что все нормальные люди прекрасно понимают, что есть Кремль и есть граждане России, которые совершенно с этим Кремлем не отождествляются и никак к нему не относятся. Поэтому, конечно же, нет. Здесь никакой русофобии, ну, просто и близко нет. А австралийские средства массовой информации много внимания уделяют российскому вторжению в Украину? Спрашиваю, потому что ведь у Австралии много других, даже внешнеполитических только, забот и других. Я бы сказал, мирового масштаба. Там и противостояние с Китаем, и падение экономики, и последствия пандемии, и экологические большие вопросы. Бог знает, что еще. Да, эта тема действительно очень-очень-очень широко освещается. И австралийцы очень хорошо представляют себе, что происходит в Украине. И огромное количество австралийцев участвуют в самых разных благотворительных акциях в поддержку Украины. В самые первые дни начала войны вся крыша сиднейской оперы была покрашена в цвета украинского флага. Это такой знак солидарности, который сиднейцы и австралийские власти всегда выражают. И опера оставалась такой несколько недель. Манифестации в поддержку Украины проходят каждую неделю. Каждую неделю. Каждые выходные. И может быть не так много визуально, не так много украинских флагов, может быть, по сравнению с Европой, с Варшавой, с Вильнюсом, Ригой и так далее. Но люди очень хорошо осведомлены о том, что происходит. По крайней мере, те австралийцы, с которыми мы общаемся, все прекрасно понимают, что происходит в Европе. И мы видим, как... Вот я привел пример нашего друга Олега Стойсянка, который уехал волонтером в Украину. Есть точно такие же австралийцы, которые не иммигранты из бывшего Советского Союза, а которые просто австралийцы, которые поехали в Украину тоже помогать. И таких людей очень-очень много. Вот буквально на днях я читал в одной из газет про австралийца, которая живет в моем районе, которая организовала сбор на покупку машин скорой помощи, которые были куплены и доставлены в Украину. И вот сейчас он прилетел туда и помогает растамаживать этот груз. А кремлевские государственные медиа, которые уже в последние годы вездесуще были, кажется, вот в Австралии они заметны? Или, может быть, их уже запретили, как много где? Я, честно говоря, даже не знаю. Поскольку я сам их не смотрю и не слушаю, и не читаю, и не пользуюсь этими в интернете, я не знаю, честно говоря, даже про их судьбу. Поэтому не знаю, запрещены ли они здесь. Хороший вопрос. Не знаю. В Австралии ведь исторически существует очень крупная, заметная украинская диаспора. С начала войны местные украинцы как себя проявляли? Наверняка же тоже были их какие-то манифестации, акции, информационные проекты. Может быть, кто-то из австралийских украинцев решил, наверняка, я думаю, такие есть после начала войны, вернуться на историческую родину, чтобы помогать ей в любом качестве. Здесь, в Австралии, по крайней мере, в Сиднее так получилось, что и русская, и украинская диаспоры, они очень здорово и быстро объединились. Обе диаспоры выступают вместе на одних и тех же митингах, проводят совместные манифестации. И я бы даже не стал их здесь разделять. И русские, и украинцы здесь в Сиднее, они как бы абсолютно заодно. Я не знаю здесь, честно говоря, ни одного русскоговорящего человека, который поддерживал бы войну. Здесь таких, по-моему, нет. Я могу, конечно, ошибаться. Я, безусловно, не знаю всех представителей русскоговорящей диаспоры здесь, но мне, по крайней мере, такие люди неизвестны. И вот эти манифестации, которые проходят в Сиднее каждую неделю по выходным, это манифестации, организованные украинской диаспорой, на которые приходят огромные, конечно, представители российской диаспоры. Русские граждане вместе с украинскими гражданами протестуют и показывают, что они поступают против войны. Поддержка здесь украинских беженцев просто... Я не знаю точно, сколько приехало украинских беженцев именно в Сиднее. Я знаю, что по последним данным, по крайней мере, опубликованным на сайте Министерства иностранных дел, около 4 тысяч украинцев приехали в Австралию в последнее время в качестве беженцев. Здесь огромная поддержка, на самом деле, украинских беженцев. Им дают специальную визу, гуманитарную визу на 3 года, которая дает все права, практически все права, вида на жительство, включая бесплатную медицину, бесплатные школы, разрешение на работу. Все-все-все-все-все-все. И я вижу, как австралийцы, которые пытаются помочь украинским беженцам, публикуют что-то у себя в Фейсбуке. Недавно эта женщина опубликовала в Фейсбуке короткий пост со словами, ребята, я помогла двум девушкам из Киева приехать в Сиднее. Они ученицы танцевальной академии. Помогите им с работой. Может быть, кому-то нужны уроки танцев. И там такое количество сразу запросов. Да, мы хотим. Да, мы хотим. Да, пожалуйста. Вот здесь работа такая. Здесь работа секает. Мне кажется, что с этими девушками точно все будет хорошо. Мы общаемся с украинскими беженцами, потому что мы руководим школой программирования в Сиднее. Мы объявили у себя в Фейсбуке о том, что мы принимаем украинских детей бесплатно на наши курсы программирования. Пожалуйста, просто напишите нам. Мы подберем подходящий курс. У нас много разных программ для детей от 7 до 17 лет. И вот нам начали писать родители со словами «Ребята, мы вот приехали недавно. У меня там ребенок 7 лет, или там 9 лет, или там 15 лет. Хотим заниматься программированием». Мы всех берем, никому не отказываем. И мы готовы принять больше, честно говоря. И будем рады любым такого рода запросам. И так, мне кажется, поступает огромное количество наших знакомых и друзей. Все пытаются украинцам как-то помочь, насколько можно. И в этом смысле... Австралия, конечно, очень далеко. Понятно, что до Австралии очень тяжело добраться. Просто одни билеты дорого стоят. Чего уж там говорить. Я очень надеюсь, что те украинцы, которые сюда приехали, полюбят Австралию и почувствуют, что им здесь действительно рады и готовы помочь. Напоминаю, что о проекте «Дневники 22» и о том, как война в Украине затронуло австралийское общество, я разговаривал с живущим в Сиднее бывшим московским журналистом Григорием Пунановым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Facebook, Twitter или ВКонтакте. Обязательно ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Мы вас, как всегда, просим не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в социальных сетях. Пишите там свои комментарии, задавайте вопросы и, конечно, предлагайте новые темы для наших бесед. Продюсер этого «Атласа мира» Михаил Косторов, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем! Редактор субтитров А.Семкин